Еще раз, друзья, добрый вечер. Так, официально мы открываем наше мероприятие Startup Grind. Его тема сегодня посвящена тому, как же все-таки найти идею для стартапа, действительно классную идею, которая масштабирует ваш проект. И в гостях у нас сегодня Сергей Корнилов, предприниматель, отец нескольких стартапов, не побоюсь его так назвать, изобретатель. И это все неспроста. Ведь именно такой интересный жизненный путь и склонность к изобретениям помогает Сергею находить отличные идеи для стартапов. И, конечно же, он, как никто другой, может вам рассказать о том, где же эти идеи брать. Вот, поэтому давайте познакомимся поближе с Сергеем. Сергей, расскажи, пожалуйста, откуда ты, как ты вообще пришел вот к тому, что сейчас делаешь. Спасибо всем, кто меня слушает, во-первых. Я буду стараться, чтобы сегодня было не скучно. И откуда я? Я, можно сказать, в смысле идей, я вышел из радиотехнического института БГУИР ныне. И наша кафедра микроэлектроника, она отличалась свободолюбием, такой, знаете, интересной средой творческой. И там была, с одной стороны, конкурентность, потому что кафедра 250 человек, а с другой стороны, это была потрясающая свобода, потому что еще тогда я понял, что никакую идею нельзя придумать, реализовать из-под палки. То есть это первое, что требуется, это свобода творчества. И вот мы свободно творили. Можно сказать уже сейчас, что приходили в любое время, уходили в любое время. Мы приходили, вечером работали очень много. И у нас кафедра была на первом месте по изобретениям. Вот там я стал изобретать. И это, наверное, начало такой деятельности. Если вспомнить то время замечательное, я тогда разрабатывал оборудование, технологические процессы. У меня даже есть такие авторские отдельные, где я один автор подан от интеграла. И типа там что-нибудь такое, очень такое сложное, типа там устройство для радиационного нагрева полупродниковых пластин или еще что-то такое. Я этим очень гордился, потому что все это в закрытом режиме было. Я тогда по своим разработкам даже перегонял американцев. Вот этим очень гордился. Это вот начало, или скажем так, вот это и есть, откуда появилась тяга все время думать и разрабатывать идеи. Так. И в общем-то разрабатывать идеи ты стал еще вот на этом этапе. Так? Понял, что в этом есть потенциал и практиковался активно, верно? Да, да. Расскажи, пожалуйста, а как ты стал предпринимателем? Какой у тебя предпринимательский опыт и какие проекты ты запускал? Ну, мы не говорим сейчас успешно-неуспешно. Про какие хочешь, про какие расскажи. Да, если очень кратенько, то и нескромно. Благодаря определенным успехам при разработке оборудования, тех технологических процентов, мне просто предложили руководство нескольких предприятий открыть свое предприятие. Это законодательство уже позволяло это делать. Вот. И это было начало деятельности, такое уже предпринимательское научно-производственное фирмы. Мы разрабатывали оборудование. Потом, как у всех, наверное, оптовая торговля. Потом развились. Значит, у нас было около 30 человек работало у меня. Я был основателем, директором. Вот. Потом меня, значит, нельзя сказать переманили, но предложили перейти в авиацию, которую очень люблю, поэтому не смог отказаться. Занимался авиационными проектами и так далее, и так далее. Среди проектов, которые вот я очень, так сказать, вспоминаю таким душевной теплотой и которыми можно, ну, гордиться самому, это вот проекта по внедрению оборудования на заводах электронной техники, в том числе на интеграле ведущем предприятии. Вот. Это по авиационной тематике, это модернизация парка пассажирских самолетов. Вот. Мне доводилось даже там летать в составе иногда экипажа испытательного, испытывать эти самолеты в нашем Минском ремонтном заводе. Следующий проект был большой. Он был связан с модернизацией завода. Я там писал все программное обеспечение для автоматизации завода. Вот такие проекты. То, чем я занимался. Вот. И сколько примерно лет ты занимался вот именно предпринимательской деятельностью в таком ключе, как рассказал? Ну, как бы страшно сказать, но около 20. Да, в нашей стране, в нашей стране это означает иметь седины, там проверки множество и так далее. Можно сказать, что я, так сказать, выжил в этой среде, выжил. Ну, это такой специфический опыт, да, определенный опыт, действительно, кто долго в предпринимательском деле. Вот. Те, действительно, много чего повидали, из разных ситуаций выходили. Ну, предпринимательство, да, оно такое, всегда что-то происходит. Рискованное дело, да. Это дело рискованное, да. Для смелых, да. Но, к счастью, у нас достаточно смелых людей, которые открывают свое дело. И наверняка наши участники, которые пришли, они тоже в каком-то смысле задумываются или уже делают что-то свое, потому что неспроста их заинтересовала эта тема. Так, и сегодня твой опыт будет определенно полезен нашим участникам. Так, хорошо. Значит, авиация. Вот, я хотела спросить, между делом, вот тебе, вот какие у тебя были ощущения, когда ты испытывал самолеты? Это же, ты же как летчик-испытатель. Нет, я летал на борту самолета, который испытывали. Так это фактически... После ремонта, после модернизации, так сказать. Меня просто записывали экипаж. А авиации я просто летал в нашем аэроклубе, прошел все ступени, летал самостоятельно. Если вы видели, выбрасывал парашютистов, вот, над Боровой. Значит, летал на Як-52, на пилотаж, крутился вот над Боровой. Вот, это уже совершенно другое, это хобби такое. Да, но ты знаешь, высоты тебя явно не пугают. Это, в общем-то, созвучно и с предпринимательским опытом, и со стартапами, конечно, тоже. Вот, давай тогда, главное, перейдем к следующему нашему вопросу. А как же ты пришел в IT и как стал заниматься стартапами? Вроде как, ничто не предвещало, да? Расскажи, пожалуйста. Да, вот, почему я согласился сегодня выступить, Таня, очень кратенько. Вот я, когда учился летать, у меня были какие-то колоссальные впечатления. То есть я чувствовал, где я боялся, где я что-то делал не так, как это все проходило, как учеба и все. А потом, когда уже много часов проходит на лед, так, уже это стирается. И знаешь, как ты летаешь уверенно, еще что-то. Вот, летчики, те, кто летают там по 10 тысяч часов, они вообще пишут, как у них все здорово, все получается. И есть герои и так далее. Так, и стирается это чувство. Я вот хотел написать такую маленькую книжку, назвать ее «100 часов летных». И не успел написать. А когда их стало больше намного, то теперь стерлись впечатления. Так вот, сейчас как раз наша команда на выходе по многим проектам, по разработке идей. Вот это время самое такое интересное для того, чтобы, возможно, им поделиться вот этой, ну, возможно, энергией своей. Какими-то сомнениями еще чем-то сегодня для того, чтобы вот всех мотивировать, убедить и, в общем-то, тоже рассказать о том, что не получалось. Потому что, когда мы достигнем успеха, мы в это верим, полного успеха, тогда, наверное, неинтересно будет нас слушать. Я слушал десятки таких вот, знаете, стартапов, которые вот приходят и говорят, мы победили всех. Мы вот самая такая крутая команда и все. Ну, можно порадоваться за них. А мы еще нет, поэтому мы все вместе. Вот, как я пришел в IT, значит, ну, вот этот бизнес, о котором я искал, он в такой степени не то, чтобы надоел. Я очень устал от него, и потом я искал вот какое-то направление деятельности, там все закрыл, вот, и решил перейти в IT. То есть все, кто сейчас хочет заняться предпринимательством IT, им можно позавидовать, потому что это низкий порог входа. То есть для того, чтобы какое-то малое предприятие создать, производство, там, связанное с железом, значит, с выпуском, например, продуктов питания еще. Это очень сложный процесс. Вот в IT ничего не нужно. Вы можете вообще, говорят, взять там в аренду или у знакомых ноутбук и начать творить. Вы вне границ, вне государств. У вас время, так сказать, позволяет, все энергия. То есть вообще колоссальное, так сказать, дело. Вот, и я понял, что это вот то, что я очень давно хотел. Поэтому я переучился в парке высоких технологий. Вот, 9 месяцев была очень замечательная учеба. Наши все знаменитые, вот, выступали создатели стартапов, специалисты многие, юристы, маркетологи. Вот, и за 9 месяцев вот такую подготовку прошел. Потом блокчейн-школу закончил, бумагуру. Вот, тоже была очень такая серьезная школа и интересная. И параллельно мы все, значит, начали заниматься стартапами. Я, Таня, напомню тебе, что первый хакатон, на котором мы, значит, на котором мы участвовали, вот, приходили просто смотреть, который произвел на нас неизгладимое впечатление. Это был хакатон, который ты участвовал в организации, который проводил Skywind, да? А, да, два с половиной дня, да. Да, Skywind, два с половиной дня. Это было в парке высоких технологий. Прекрасное время. Вот, замечательные команды. И мы получили такое громадное вдохновение. Поэтому вот при возможности я всех призываю участвовать в хакатонах. Сейчас они онлайн. Но давайте тренироваться онлайн, чтобы потом, когда закончится все вот это дело, и когда все уже будут с прививками, когда начнутся, так сказать, и мы будем всегда готовы уже. Пойдем, мы уже готовы. Все. То есть это как тренажер использовать онлайн-морских хакатон. Вот так я и попал в IT. Значит, настолько увлекло занятие стартапами, то есть поиск идей, их упаковка, разработка, поиск команды, посещение очень многих митапов. Вот мы свои команды посетили, я не знаю, за год, он может вместе, но около ста митапов каких-то по разным типам, то есть образовывались вот таким образом. Можно сказать, на ходу. Да, одну треть из года провели на митапах. Одну треть из года провели на митапах. Да, да, да. То есть это очень такое хорошее, интересное время, которое вот я очень советовал всем использовать нынешнюю ситуацию. Сейчас полно материала по всему, чему можно. Я даже сегодня очень так, знаете, как тему, которую мы избрали там с тобой, да? Свою идею для стартапа придумать. Я открыл, погуглил, вообще ужаснулся. Значит, это громадное количество роликов, вообще разные подходы, противоречивые иногда. Да, вот, но столько материала на эту тему, что думал, вот, стоило ли вообще, говоря, эту тему. Потом думал, оказывается, у каждого есть свой подход и свои какие-то секреты, лайфхаки. И то, как каждый может, вообще говоря, по-своему это освоить. Вот этим я хотел сегодня поделиться. Да, здорово, здорово. А расскажи про свои проекты. Расскажи, пожалуйста, о них. А стандартные, которые у тебя есть. Да, вот, у нашей команды, вот, за эти, вот, буквально там полтора, может быть, два года, у нас около десяти проектов разной стадии. Так, вот, значит, по трем из них мы ведем переговоры с инвесторами, значит, дорабатываем их. Так, два дорабатываем, остальные у нас, скажем так, заморожены и ждут увеличения команды, привлечения кого-то, возможно, изменения. Вот, то есть, около, в целом, около десяти проектов. Нам это очень нравится. Вот, сейчас я попробую такую сделать, ретроспективу такую. Я надеюсь, что у меня это получится. Так. Организатор отключил демонстрацию экрана участников. Таня, включай. Азвали идею. Да. Демонстрация экрана. Да. Так. Демонстрацию экрана может осуществлять одновременно только один участник. Есть доступ? Так. Проверь еще раз, пожалуйста. У меня стоит галочка. Ну, давай переключи на несколько, может быть, так будет. Давай, да, включи на несколько, пожалуйста. Да, я включи на несколько, давай, смотри. Давай пока я буду подключаться, просто, ну, она все есть. Да, 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 да. Есть? Вот, сейчас я тогда буду переключаться. Так, все видно. Смотрите, вернусь потом к этой теме. Тут написано, как найти идею, прописанные истины, собственно. Вот. Ага. Так. Вот, давайте я просто проеду по нашим стартапам в графике, так? И надеюсь, так сказать, формат времени, буду следить за ним. Если что-то, Таня, ты делай мне замечание. Давай я буду смотреть за временем, ты рассказывай. Да, ну, я хочу какие-то вкрапления делать, чтобы хоть как-то, так сказать, ну, немножко что-то веселого сегодня в четверг вечер в наше обсуждение. Вот. Первый стартап, который, я помню, и Хакатон, на котором мы участвовали, мы пошли, значит, своей семейной командой. И мы очень хотели, очень хотели что-то придумать, выступить и так далее. Самое главное, что мы не боялись. Вот я по ходу буду какие-то давать такие советы. Хотя у нас коленки тряслись, когда мы первый раз пошли выступать, потому что там уже были такие серьезные команды, надо было на английском языке это делать. А идея состояла в том, что, которая пришла нам в голову, так, в первом, мы ее обсуждали, думали, ну, как же мы с ней выйдем? Значит, что если очень быстро требовать от человека ответить что-то на вопрос, так, то он быстро обучается. Вот такая у нас была гипотеза. Вот. И мы ее вышли на сцену. Мы в таких майках были. Значит, мы взяли ракетки теннисные. И мы решили в зал, значит, задавать какой-то вопрос на английском и шариком лупить в зал, прямо, так сказать, вот, теннисным. Мячиком. Это не большой теннис, а настольный. Вот. И типа в это время мы что-то спрашивали, значит. Вот. Понятное дело, что мы очень волновались. Значит, стояли как-то не так. Там били не в попад. Значит, в зале было там за 200 человек. Тогда были такие полные эти все шакатоны. И, значит, нас... Ну, понятное дело, что мы не могли в то время сделать прототип жюри, показать. Ну, жюри какие-то вопросы задавала. Мы старались отвечать это все. Значит, и нас... Ну, мы, конечно, пролетели со своим проектом. Хотя вот идейка, видите, осталась. Я ее сейчас вспомнил. А зато нас все запомнили. И вот когда вот где-то мы там ходили, вы могли... Говорят, вот, смотрите, это вот, которое вы ходили, теннисная, ракетская, ну, пили по залу. Вообще-то... А-а-а! Это к тому, как привлечь внимание. Это был наш... Мы как бы очень волновались. Говорили, что вот мы, наверное, вообще засыпались с этим проектом. Потом мы поняли, что это очень хорошее, вообще говоря, начало, которое мы тоже, скажем, ну, советуем всем каким-то образом себя просто проявлять для того, чтобы пиарить, пиарить. Никто вас не будет пиарить, если не вы сами. Так, значит, вот. И второй был случай, это когда уже на хакатоне по искусственному интеллекту, мы уже тогда даже написали что-то прототип, старались, очень вышли в финал. Вот. И к нам подошел Гурский и сфоткал нас. Сказал, вот, вообще класс, я пришла на хакатон. А у него очень много было просмотров, и тоже мы каким-то образом стали чуть-чуть карабкаться по этой известности. Так, кратенько о стартапах. Да. Вот. Это кредитчейнг. Этот проект у нас, мы надеемся все-таки на его успех в дальнейшем. Значит, это платформа для того, чтобы работать с долгами. Долгами организаций, предприятий. У нас в Беларуси какие-то колоссальные долги. То есть, кредиторская, дебиторская задолженность 4,5 миллиарда и, по-моему, там около 5 миллиардов. Представьте, долларов. То есть, страна, которая там живет на кредит, она не может вообще наладить свои взаиморачивания. Вот. И мы решили продавать информацию. То есть, искать цепочки с помощью математики. Вот. Цепочки долгов и продавать эту информацию. То есть, все у нас есть. Работающий, значит, прототип у нас есть. Мы очень много ходили, выступали. И в банки нас приглашали и так далее. Но, как вы понимаете, тут такое требуется даже какое-то, наверное, политическое решение для этого. Потому что, вот, не так просто такой проект запустить. Вот. Ну, вот я быстренько... О, кстати, состояние расчетов. То есть, мы так серьезно над ним поработали. Да, мы такое понятие ввели, как чейн майнинг. То есть, есть майнинг. Это для того, чтобы биткоины там вычислять. Мы ввели чейн майнинг. Это расчет цепочек. Вот. И продажи клиентам. Там супер-пупер бизнес-модель, которая позволяет хорошо работать. Вот. Ну, и вот, видите, вот в таком виде он есть. Мы за него получили какую-то награду на Кокотоне одном, по-моему, втором международном что-то. Но вот в такой стадии это сейчас и у нас находится. Так? Угу. Команда, которую мы начинали, сейчас мы его дорабатываем, переделываем. Вот. Вот этот проект. Так? Вот. Следующая. Так? Следующая. Следующая. Я в таком буду, да? Да, конечно. В актере рассказывать, да? Да, да. Как удобно. Вот. И в разброс. Вот. Вот ивент-гуру наш проект. Тоже он занял место призовое, значит, на Кокотоне. Нам он очень нравится. То есть мы решили с помощью, так сказать, токенов, это уже блокчейн-технология, поощрять участников различных мероприятий. Вот, кстати, Таня, можно будет в Гранде его реализовать. Так? Мы его тестировали в Магуру. То есть, если вы приходите куда-то на мероприятие, вы уже приложили, например, телефон, вам идет уже на счет токен. Вот. Потом вы задаете вопрос, например, вам еще идет больше токенов. Вы участвуете в Хакатонах, в жюри, вы выступаете с чем-то. У вас накапливаются токены, так? Эти токены можно обменивать на какие-то фишки, которые, например, Магуру может предоставлять. Это учеба бесплатная, еще что-то, так сказать, курсы. Может, гаджет какой-то, так сказать, от спонсоров и так далее. То есть, эта система такая, но она делает прозрачным и для спонсоров всю систему прозрачной. То есть, она видит, кто действительно активно участвует и так далее. У нас есть развитие этой системы, и мы замахнулись очень, так сказать, так крепко на систему управления предприятиями, так, вообще, корпорациями, а также на управление будущего предприятием, так, вот, и на робототехнику. То есть, мы тут направление так, ну, ждем такого хорошего набора команд, присматриваемся, но нам кажется, эта тема, вообще говоря, очень перспективной и интересной. Вот так. Отлично. Мне это напомнило выражение, да, про плюсики в карму. Вот, слушай, Таня, точно, это как раз, если можно будет воспользоваться твоим великолепным таким определением, как плюсики в карму, да. Надо, кстати, над минусиками подумать, потому что, ну, наверное, не все, не все в нашем обществе, значит, заслуживают плюсики. Ну, не буду на эту тему дальше идти. Да, давай дальше по стартапам, потому что надо уже потихоньку переходить потом к идеям по времени. Да, смотрим. То есть, давай так, я уже просто перелистаю. Это лукми, тоже наш проект, который позволяет, так сказать, информацию, информацию хранить так безопасно. Стендап – это наш акселератор, так, значит, AI-рейтер, Artificial Intelligence Rater of Skills. Ох ты! Да, это такой проект перспективный, который, вот, мы все, все, все будет интересны, так. Вот, и, значит, вот то, чем мы занимались сейчас в последнее время, это мы поработали вместе с НТС российским, антивирус FitTracker. Это насущная проблема. Это у нас проект для мотивации профилактических мер. То есть, у нас тоже работающее приложение, которое позволяет мотивировать. Ну, затянулось немножко у нас сотрудничество с НТС, и мы сейчас хотим выходить такой на глобальный рынок, с этим переделываем свой проект. Так, вот, это если очень кратенько, так, вот, что у нас, значит, да, по идеям, вот, давай я пробегу по идеям. Сейчас, секундочку, я, смотрите, чтобы как-то этот, чтобы как-то вас, опять-таки. Это, чтобы у меня не превратилась в такие прописанная истина, это, если помните, Остап Бендер из «12 стулья». Да, перейдем дальше, значит, смотрите, я буду эту презентацию, наверное, так пролистывать, да, значит, почему? Потому что я думаю, что тут много таких вещей, которые действительно составляют прописанную истину, и которые можно посмотреть совершенно в различных источниках, так. Вот, ну, проблему пробежали, да, проблема – это главное направление, так, пользователи – это люди, которые сталкиваются с этой проблемой, это очень серьезный момент в этом деле, так, вот, фидбэки, сбор фидбэков – это замечательно. Это как способ найти идею сбора фидбэков, имеешь в виду? Да, это обязательно нужно проверять, так сказать, проверять на группах, на людях, на знакомых, на семье, постоянно проверять свои идеи, то есть не бояться, если их будут ругать и так далее, так, потом, ну, вопросы все время задавать, чтобы на них получать развернутые ответы. Вот, идея, мы считаем априори, что идея должна быть новой, не останавливаться, тренды, в которых, так сказать, сейчас можно участвовать, они вообще просто потрясные. Вот, мы еще участвуем в социальных проектах, это такая тема, которая сейчас приобретает такой характер тоже стартапов и проектов. Там тоже есть своя коммерция, вот, интересно, значит, вот, и конкуренты проехали мы, да, что нужно все время, так сказать, понимать, искать прототипы, не бояться. Как кто-то сказал, когда приезжаешь в Кремниевую долину, кто-то из наших, Тусовский, говорит, ты встретишь обязательно свой стартап, ничего страшного там нет, там 10 тысяч стартапов, поэтому мы тоже исходим из этого. То есть точно такой же, как ты придумал, да? Да, то есть не надо, как бы, этого бояться. Ну, МВП, я думаю, что тоже все знают, что это прототип вашей идеи, такой минимально потраченной силы на то, чтобы доказать, что он возможен. Для зрителей, для жюри, для инвесторов возможных, для того, чтобы команду расширить и так далее. Вот, все должно быть просто. Дизайн мышления, так, тоже можно, так сказать, изучить, прочесть. Это такая длинная технология, она западного стиля, и мне лично она не нравится. То есть она, как сказать, она такие идеи штампованные выдает. А вот мозговой штурм мне очень нравится. Самое главное, так сказать, это в своей команде, где вы участвуете, разрешить высказывать все идеи, создать такую атмосферу за столом или где-то, или на природе, чтобы, вообще говоря, каждый мог высказать самую идиотскую и дурацкую идею. Нельзя вначале ругать что-либо. То есть все высказывается. Вот когда создается такое особое состояние души, когда все начинают вдруг выдавать такие очень интересные идеи, которые могут казаться действительно бредом или что-то, и в конечном счете вот они и приводят к успеху, на мой взгляд. Вот для нашей команды мозговой штурм – это главное. Ну, в свое время курс прошел теория решения изобретательских задач, эта технология решения, ну, скорее, она относится все-таки к прикладной, научной. Сейчас уже в бизнес пытаются, так сказать, запихнуть этот риск. Но это так чисто для ознакомления. Так делаются изобретения по тризу. Вот. И сейчас, если я успею еще такие лайфхаки какие-то от себя сказать, так? Обязательно расскажи, потому что очень интересно, как же ты пришел там, ты или вы вместе с командой, совместно вот к тем идеям стартапов, которые ты представил. Вот все-таки сам процесс, прототипы MVP – это уже идет после, так? Но сначала некая идея каким-то образом возникает. Вопрос – как? Как это происходит? Вот здесь, вы знаете, что каждая команда или каждый должен найти свой способ. Свой способ. Но есть общие, как бы, общеизвестные вещи. Первое – это осмотрительность, как говорят летчики. То есть нужно быть очень внимательным к проблемам, к окружающему миру, к среде, к друзьям, к родственникам, к своим проблемам. То есть все время думать. Все время думать. И все время, как бы, заставлять себя, все время решать эти проблемы. Мировые, так сказать, маленькие, вообще все время решать. Вот это накатанный такой механизм, который должен где-то вот здесь закрутиться, и уже не останавливаться. И тогда он уже вообще не останавливается. То есть попытаться себя вот в этот, войти вот в эту такую, если можно сказать, колею, в хорошем смысле слова, и по ней уже и ехать все время. Поэтому те проекты, которые вот мы сделали, или продолжаем делать, они, видите, все разносторонние абсолютно. Я еще не привел там про помидоры, огурцы, наш проект, там еще какие-то там. И так. Они все вообще совершенно из разных сторон жизни. Чем нам, нашей команде, интересно вот работать, работать вот с этими проектами, потому что они все совершенно разносторонние. Поэтому чувство свободы и постоянное обдумывание, вообще говоря, проблем всех. Так? Вот так и пришли. Вот как? А, я начал же, видите, помните, как с этих, с теннисных, вот. Да, да. То есть гипотеза была. А как вот, ну что хакатон был по учебе, образованию, там, как быстро материал можно вообще? Вот материал, а вдруг у вас стрессовую ситуацию встает? Тынц. Вы начинаете быстро, вам нужно что-то быстро ответить, например. Так, вот мы хотели там, с этим шариком. Вот вам и идея. Ее можно развить сейчас. Вот и так далее. Вот, про лайфхаки. Если можно, я тогда пробегусь. Да. Успеваем мы еще? Конечно, да, еще успеваем. Да. Я даже, понимаете, буду даже подглядывать, потому что я такой конспектик сделал. Всего пять лайфхаков. Значит, первый, вообще не верьте тому, кто будет вам говорить, что ваша идея не стоит ничего. Или вообще не стоит ничего. Мы прослушали около 10, 15, 20 выступлений, видных наших стартаперов, которые достигли успеха. Мне начинают говорить, ваша идея не стоит ничего. Или инвестор говорит, ваша идея не стоит ничего. Не верьте в это. Идея как раз и есть главная в проекте. Другое дело, что ее продать невозможно. Потому что сама идея по себе, ну, вот, как бы никто не берется, чтобы ее дальше реализовать. Поэтому второй лайфхак, постарайтесь эту идею упаковать максимально. Для этого у вас должна быть команда, скиллы, компетенции. Ходите, учитесь. То есть, что это такое? Это создать бизнес-модель этого проекта. Это создать хорошую презу, сделать МВП работающий и показать его, поучаствовать в хакатонах, провести какие-то, так сказать, вычисления экономические, для инвестора создать специальную презентацию, ходить на тусовки, выступать все время и так далее. Вот это упаковка. Выдвинули идею? Все, упакуйте ее максимально. Вот тогда она будет стоить. Понимаете? Но не верьте тому, кто говорит так, вот, знаете, как, не стоит идея вообще ничего, сколько вы не думаете. Вот наша команда, там большая ли фирма, вот берется и решает все это. То есть, нужно верить в свою идею и в себя, так? То, о чем я уже говорил, что научитесь постоянно виртуально решать проблемы. Опять-таки, свои, окружающих, родственников, круга своего, на работе и так далее. То есть, виртуально все время решать проблемы. То есть, вы решаете их про себя. Вот увидели что-то, ага, вот. И вы начинаете думать, как ее решить? Возможно, это, так сказать, и хорошее упражнение, а возможно, что-то вы и научитесь действительно решать. Нужно создать хорошую компанию для обсуждения идей, для того, чтобы можно было поделиться с друзьями из других отраслей, из других вообще направлений работы. В семье можно рассказывать о своих идеях. Вот с какими-то, с одноклассниками, в социальных сетях и так далее. То есть, чем больше вы обсуждаете свои идеи, тем лучше. Для вас они приобретают, так сказать, приобретают фидбэки, вы получаете, вы корректируетесь и так далее. Вот. Дальше, что я хотел еще? Ага, о упаковке. Ага, вот что. На мой взгляд, это важно. И такой лайфхак будет уже такой последний. Очень важно найти золотую середину. Это я уже как предприниматель с опытом, как бы, ну, наверное, в чем-то умею делать. Золотую середину между чем? Первое. Между верой в свою идею. То есть, понимаете, в идею нужно верить. Потому что, если вы не будете верить в идею и встретите нескольких менторов, как вот у нас как-то было на хакатонах, приходим к ментору, он говорит, у вас вообще ерунда полная. Потом, кажется, люди, оказывается, интересовались этим. Так вот, вера в свою идею, но которая не должна доходить до радужного идиотизма, как называется, вот, и изобретения велосипеда и так далее. То есть, верьте в нее, но относитесь скептически, прислушивайтесь к фидбэкам обязательно. Вот, но не доходите до такой крайности, все время голову пеплом посмотреть. Вот, менторы, они сказали, что это вообще, так сказать, то есть, вот эта золотая середина, она позволяет все время так грамотно. И еще, в дополнение к этому лайфхаку, пожалуйста, записывайте свои идеи. У меня такой список длинненький есть, куда я все время записываю, потом проходит месяца три, значит, я беру и смотрю, ой, какая чепуха, раз, вычеркну, а вот это, которое я считал, а вот это может быть сыграть. То есть, сами себе будьте режиссером, записывайте. Я до сих пор помню, что одна идея, которая пришла мне в голову, так сказать, вот когда-то, я ее сразу не записал, но я знал, что это вообще потрясно, и она быстро пойдет. Я не смог потом вспомнить, к сожалению. И до сих пор. Может, она когда-нибудь придет ко мне во сне. Вот такие кратенькие лайфхаки. Самое главное – почувствовать большое удовольствие и счастье от того, что вы творите. Радоваться от того, что, например, в IT все-таки низкий уровень входа. Еще раз, ноутбук. Все, что нужно вам для того, чтобы творить. Спасибо большое. Отличная информация. Я думаю, что наши участники сегодня что-то для себя почерпнули из того, что ты рассказал. И твой опыт оказался полезен, и те методы, хоть и прописные, почему нет. Вы знаете, что работает всегда хорошо то, что проверено многократно. Только вот, к сожалению, мы, даже зная все эти способы, по какой-то причине все равно ими не пользуемся. И когда кто-то повторяет их в очередной раз, мы думаем, боже, ну я же это знаю, я же это читал, я же это смотрел. Но вопрос – а почему еще они воспользовались? То есть тут вопрос к самим себе, наверное, немножко. Видите, я предусматриваю, ты написал, что там прописные истины. Да, все-таки там все. Сергей не приписал свое авторство. Да, это прописные истины. Да, друзья, у нас еще остается немного времени, и это время мы предлагаем уделить вашим вопросам. Вот, кстати, один из участников при регистрации, Сергей, тебе задавал вопрос, я тебе пересылала его. Так, ты посмотрела его, может быть, что-то скажешь. И, друзья, если кто-то хочет задать вопрос, тоже обозначьте, пожалуйста, тут поднятием руки, микрофончик включите, либо напишите в чат. Ага, это вот если был запущен стартап, да, но не выстрелил и провалился, да? Да, да, был вопрос от участника, да. Зачитаем, пожалуйста. Давай, я зачитаю, да. Если был запущен стартап, но не выстрелил и провалился, но идея кажется хорошей. Имеет ли смысл попробовать начать заново с той же идеей, но с другим подходом реализации, общению с юзерами и тому подобное? Если да, то что нужно учесть? Спасибо. Ну, первое, это золотая середина, помните, вот этот лайфхак, наверное, о котором я сказал. Второе, обязательно, обязательно попробовать изменить что-то в нем и продолжать. То есть сделать несколько попыток, потому что будет крайне обидно, если вы потом через год увидите вашу полностью идею, ваш похожий на ваш прототип, но, оказывается, люди уже сильно зарабатывают на нем, где-то это все сделали, будет обидно. То есть попробуйте какие-то вещи поменять в своем стартапе. Рынок, направление, так сказать, отрасль другую, значит, что-то в нем поменять и попробовать опять. Попробуйте, да, сменить фокус группы, попробуйте, может быть, что-то добавить в нее, так сказать, интеграцию и так далее. Обязательно пробуйте, нельзя останавливаться. Вот мы сейчас затормозили с проектом, о котором я говорил, по профилактике вирусных заболеваний. И мы сейчас будем менять несколько направлений и будем его делать под страховые компании, выходить на глобальный рынок. То есть мы попытались на российский рынок выйти через МТС, но пока это дело затормозилось. Ну и в таких случаях, о которых вы спросили, значит, нужно, чтобы некоторое время проект вылежался. Вот знаете, так сказать, ну какое может пройти время? Может, это неделя, может, две недели, может, месяц. Потом, когда его открываешь и видишь, думаешь, ну классный какой проект мы сделали. Вот, надо его все-таки продолжить, понимаете? То есть, ну, чтобы в порядок привести свои какие-то мысли, отлежаться, это все должно немного, и продолжить. Если вы уже три попытки сделали, и, ну, вообще ничего не выходит, ну и как бы заморозьте его, и все. Может, время не пришло, может, люди не поднимают вас еще. Такое тоже бывает. Спасибо большое за твои рекомендации и комментарии. Очень надеюсь, что автор этого вопроса услышал твой ответ. Ну, либо в записи посмотреть, либо сегодня... Если он дождался, да. Если он дождался, да. Да, да. Друзья, есть ли еще вопросы? Воспользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Задайте вопросы Сергею. Будем рады вашей активности. Подождем чуть-чуть. Заставлять, конечно, никого не будем. Ну, пока вот никто не задает вопросы. Мы думаем командой возобновить работу группы в Фейсбуке. Мы когда-то ее сделали, но, честно говоря, забросили. Мой стартап стендап называется. Так. И вот мы в этом году, ну, сказать, в какое-то там ближайшее время эту группу начнем опять набивать какую-то информацию. А что там? Там как раз то, о чем вот, наверное, сегодня и выступал, и мы с тобой говорили. Это про стартапы, какие-то идеи, стартапы, ссылки, возможно. То есть такая лента, которая, значит, среди очень многих тоже лент, но которая, скажем, от нас. Это чисто наша такая группа, где вот мы хотели своим делиться опытом. Отлично, отлично. Я обязательно подпишусь. Мне тоже интересно, какой контент даете. Пока она не очень интересна, а потом, так сказать, вот мы надеемся, что мы доведем ее, так сказать, до интересного состояния, потому что мы уже можем чем-то делиться, и мы знаем, кого постить там, перепостить, для того, чтобы, так сказать, это была, так сказать, это польза. Так. Да, он появился у нас в чате. Вопрос сейчас, зачитаю. Так, пару советов по выбору рынка, основные параметры, спрашивает Джон. Пару советов по выбору рынка, дай, пожалуйста, основные параметры. По выбору рынка, да? Да. Ну, смотрите, с самого начала нужно стараться настроиться себя на глобальный рынок. То есть вот взяли и настроились на глобальный рынок. Тогда у вас проект не будет, вы сами себе не будете его уменьшать. То есть взяли и на глобальный рынок, вы думаете, как сделать. Не получается. То есть тема такая, которая, например, ну, скажем так, только для СНГ, для русскоязычного там рынка. Ну, тогда уже уменьшаете. То есть не пойдет он на глобальный. Дальше посмотрели, нет, он, ну, в России тоже вряд ли. Наверное, только для нашей страны, так? Для нашей страны, посмотрели, так сказать, скажем, сектор, рынок, там получается максимально, там, например, может быть, там тысяча пользователей. А вы рассчитываете на то, что этот проект принесет и прибыль, и это. Ну, тогда все. То есть он не проходит, понимаете? То есть, вот. А если вы начнете с того, что вы сделали его для нашего рынка, для трех тысяч, вот. Это только, возможно, для какого-то пилотного, наверное, проекта все-таки. Вот мы такую, мы такую ошибку несколько раз делали. То есть делали в расчете на какой-то там банк сотрудничества с нашим банком, например. И под это подстраивали всю, скажем, идеологию там проекта и все это. А потом с банком, например, тормозится. Наши банки работают очень медленно с инновациями. Потом мы думаем, а вот пойти бы туда. И вот начинается эта затяжка времени всего. То есть если сразу это на глобальный рынок, тогда вариантов больше. И это такой мой совет, исходя из опыта, в том числе и неудачного. То есть ты советуешь лучше сразу взять шире и потом сужать? Шире, да. И потом сужать, если уже не проходит что-то, так сказать, такое, да. Так, тут еще есть пояснение от нашего участника. Он пишет, что понял, но все же, как оценить перспективу для стартовой площадки, если мы не смотрим именно на перспективу самого продукта. То есть как оценить перспективу для стартовой площадки. Да, значит, смотрите, вот у нас, опять-таки, из своего опыта, у нас в замороженном состоянии находится проект по искусственному интеллекту для цели образования. Так, мы начали с того, что изучили рынок, изучили рынок американский, мировой рынок, изучили тенденции, так, посмотрели, какой рост предполагается, так. И тогда именно в этой парадигме и стали начинать свой проект. Он получается более сложный, чем если бы мы, например, работали с одним из российских партнеров. Но мы видим, какой взлет рынка там ожидается, поэтому этот проект наш, он будет, например, еще перспективен, или где-то год-два им можно заниматься, пытаться его на рынок представить и так далее. То есть мы вот изучили эту площадку полностью, так. И, например, по какому-то проекту, не буду говорить, мы не изучили площадку, так, и нам казалось, что вот это так вот, что мы вот туда придем, в эту страну, и там мы вот все как бы сделаем. Но если бы мы изучили эту площадку, мы бы вообще, говорят, туда не шли, в эту страну, и не делали. То есть все-таки здесь уже, когда ваша команда или вы будете наделены профессиональными качествами и скиллами и навыками, вы будете уметь все-таки просматривать вот эту площадку и рост ее, возможный рост. Вот. Если спад на этом направлении наблюдается, так сказать, или на данном рынке, то, конечно, так сказать, перспектив намного меньше. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, спасибо, каковы шансы на личный нетворкинг с вами? Сергей? Запросто. Вот запросто через Татьяну. Мы вот тут обсуждали тоже. Это моя собака пришла. Да. Здорово, здорово. Да, думаю, с кем я так говорю, Таня? Она такая ревнивая наша такая. Да, милашка пишет. Мы ее взяли из приюта, поэтому всем советуем сделать такое доброе дело. Смотрите, какая красавица. Она была совершенно не такой. Мы взяли из приюта. Я хочу обещать, что в этом году и даже в первой четверти этого года мы возьмемся, мы раньше очень много писали постов, групп заводили, вели и так далее, и так далее. Что мы как-то продолжим эту линию. Потому что прошлый год был тяжелый для нас, работы очень много для всех, наверное, над проектом. Друзья, есть ли еще? Давайте один вопрос еще мы успеем рассмотреть, видимо. Есть ли какие-то идеи, которыми хотите поделиться? Проблему, которую хотите озвучить, совет, спросить? Еще есть. Давайте еще один вопрос. Вы можете подключиться и задать вопрос голосом. Вроде как здесь опция-то не отключена. Видимо, пишет наш участник. Да, написано так, я читаю. Насколько стоит вылетать в конкурентную среду, если аналоги есть и развиваются медленно? Насколько стоит вылетать в конкурентную среду, если есть аналоги и развиваются медленно? Значит, смотрите, я пришел к выводу из опыта и предпринимательского, и уже и стартаповского, и сообществ, что только конкурентная среда может вас держать в тонусе и внутренне заставлять все время учиться работать, преодолевать, достигать новых вершин и так далее. То есть, вообще говоря, нужно всегда стремиться идти в конкурентную среду. То есть, в спокойной среде, там может быть спокойно, но там вы не будете делать нечто такое, что через силу. Это как, наверное, у спортсменов в достижениях и так далее. Вот там, где есть конкурентная среда, как минимум вы там научитесь чему-то. Как минимум научитесь, а потом пойдете куда-то, так сказать, в сторонку, так сказать, и достигнете успехов. В этом плане, вот, айтишная среда белорусская, так, вот она с самого начала, она была конкурентной. Вот, если вспомнить, как мы вот сегодня с Татьяной вспоминали, вот эти хакатоны, где боролись команды, да, где приходили сотни людей, где все стремились что-то сделать, попасть, выучиться и так далее. Это очень замечательная конкурентная среда. И там, где такой конкурентности нет, ну, ожидать ничего не стоит. Вот, я говорю, как минимум вы там научитесь, в этой конкурентной среде, наведете контакты с конкурентами, те, кто достиг успеха. Потом можете что-то, так сказать, и свое придумать. А как максимум преодолеете и победите всех. Конкурентная среда держит в тонусе, да? Абсолютно, да. То есть вот конкурентность, значит, у меня вот, скажем так, три еще есть стартапа, о которых я сегодня не рассказал. Вот, и три сына моих, и они все находятся в конкурентной среде. Я этому очень рад. И это, так сказать, дает им возможность развиваться и все время-то, скажем так, что-то такое делать, на что приятно посмотреть. Папе. Так, еще есть у нас вопрос или мнение. Сейчас зачитаю от Сергея. Ковид сильно повлиял на многие индустрии и родил кучу проектов. Это была внезапная история, которую тяжело было спрогнозировать. Хотя те идеи и продукты, которые появились, их в целом и так не хватало. И до ковида. Просто людям казалось, что им это не нужно. Я говорю о всяких удаленках, доставках и так далее. То есть в целом смысл эти проекты делать был. Просто тяжело было их пропикнуть. Ковид лишь ускорил процесс. Мой вопрос в следующем. Приходила ли вам мысль о какой-то среде, сфере, ниши, которая сейчас в целом нужна, просто так же не имеет сильного распространения. Но если что-то случится, то она будет развиваться. Очень хороший вопрос. И концовка вообще замечательная этого вопроса. Но первое. Я все-таки отношу вот этот успех и всплеск очень многих проектов. Знаете, люди пошли на удаленку. Сели спокойно в тапочках, в халатике. Кофе попили, отоспались. И у них совершенно другой пошел цикл работы. Вот то, о чем я говорил вначале. Внутренняя свобода, по-моему, появилась. То есть вообще говоря, мне кажется, что будущее за тем, что большая часть не только IT, но и предприятий уйдет вообще говоря на вечную удаленку. То есть будет работать по своему графику, будет стыковаться где-то, интегрироваться и так далее. Вы представите, какие сразу расходы на аренду и многое другое. Да и вообще такой свободный график, он просто раскрепощает человека. Поэтому я думаю, что дело в этом обстоит. На мой взгляд... Какая страниша. Сейчас не очень нужна, но может очень выстрелить. Да, вот то, что сейчас вообще не нужно, но может абсолютно выстрелить. Ну, вы как хотите, для белорусского рынка или, так сказать, для глобального? Или как-то этот... А давай глобально расширим видение. Так, давайте я начну с белорусского. За это время я приду, так сказать, это. Смотрите. Вот то, чем никто не занимается. В Белоруссии полтора миллиона дачников, полтора миллиона семьями дачников, которыми никто не занимается, никто не строит им бизнес и так далее. То есть они там строят что-то. Везде проблемы с управлением этими дачными садовыми товариществами. Так? Везде там со связью плохо с интернетом, с электричеством и так далее. То есть здесь можно делать колоссальный бизнес полтора миллиона. Рынок полтора миллиона. То есть управление компаниями, так сказать, и оказание услуг на местах очень многих услуг. От привоза продуктов, так сказать, до семян, там, сварка, там, подбить что-то, окно вставить и многое другое. Вот огромадный рынок. Почему он не занимается вообще, говоря, я вот уговариваю там, где у нас дача рядом, ребят, говорю, возьмите, займитесь этим бизнесом, так сказать. Он очень хороший вообще. Вот, мне кажется, полтора миллиона, которые вообще никем не учтены и для них ничего не делается. В плане глобальном, так, я думаю, что ниша будет состоять в том, так, чтобы появились школы совершенно нового типа, вообще совершенно нового типа, а соответственно и продукты программные к ним совершенно новые. То есть надо предвидеть тот момент, когда вообще традиционное образование вообще рухнет из-за своей абсолютной ненужности, из-за того, что дети не получают, так сказать, свободы творчества, развиваются неправильно и многое другое. То есть вот, мне кажется, что вот в этом направлении, значит, здесь начинания есть, но они не такие глобальные. И если вспомнить тот момент, о котором она говорила, что там рост вообще колоссальный будет в плане образования, то вообще это обращение к детям, мне кажется, к детям и к образованию будущего. Вот я веду группу такую в Фейсбуке, называется она «Еду в будущее», «Еду» там латинскими буквами, там более 800, по-моему, участников уже нас. И мы периодически какие-то такие инновации обсуждаем, какие-то наметки, какие-то вот, ну, какие-то вот такие вещи обсуждаем, которые, так сказать, могут быть в будущем. Но это только намеки. То, о чем вы спрашиваете, это как раз колоссальная идея, как ее, так сказать, что в этом направлении можно сделать. Ради детей людям ничего не жалко. Понимаете, вот здесь и вклад будет в это направление. Я думаю, люди придут к выводу, что школа по всему миру, наверное, образовательная система, она в том числе воспитывает и совершенно людей, тех, от которых только и жди беды очень многих. Значит, это образование поставлено неправильно, наверное. Вот, а мы хотим, чтобы у нас в мире было добро и в нашей стране было добро, да, и чтобы учились совершенно по-другому, чтобы оттуда, ну, выходили ученики с идеями, образованные в каждой всем направлении. И главное – это поддержка своего таланта. То, что все родители, к сожалению, сейчас или многие просто из школы губят. Вот, мне кажется, я, может, пространно ответил и не конкретно, но вот, на мой взгляд, именно там направление. Прокомментируйте, пожалуйста, да. Достаточно ли вам было информации для ответа? Сергей, который задал вопрос, если вы еще здесь. Да, спасибо. Да, на мой взгляд, даже и несколько идей прозвучало интересных в рамках нашей темы. Прям бери, делай что-то, придумай, по крайней мере, направление. И вот тоже ты сказал, что есть некая группа единомышленников, которая собирается для того, чтобы найти новые ниши, сгенерировать идеи. Тоже, друзья, возьмите это на заметку, потому что, как показывает практика и вообще истории успешных предприятий, именно это коллективное творчество, когда собираются люди из разных сфер и разных отраслей, работая над какой-то определенной идеей, каждый из них привносит именно свой специфический взгляд, то есть тот, который, например, смотрит под таким вот гуглом, под которым другие участники просто в сферу ряда причин своего профессионализма и просто способа мышления просто не видят этого. И вот так вот каждый, смотря под своим ракурсом, именно обогащает эту вот идею разными гранями и получается нечто совершенно уникальное. Поэтому кооперация в работе над идеей – это тоже один из важных, конечно, критериев. Но собака просто прелесть, Сергей, у тебя. Хорошо. Мы принадлежим участник нашей команды, да. Участник во всех стартапах и совещаниях. Да, мы сегодня, да, полным составом. Хорошо, друзья, спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами провели этот вечер. Очень надеемся, что наша встреча была полезна и в плане идеи какой-то информации для вас. Приглашаем вас на дальнейшие мероприятия в рамках Startup Grind. И напоследок, Сергей, может быть, пару слов от тебя, каких-то советов, рекомендаций, пожеланий. Пожелай что-нибудь нашим участникам. Да, я желаю, чтобы у каждого из вас, из нас была мечта. Вот мечта, наверное, это одна из главных таких составляющих части жизни. Если есть мечта, то есть и желание к ней стремиться, фантазировать в хорошем смысле слова, достигать этого. Вот у нас тоже, у нашей команды есть мечта. Мы хотим создать, открыть такую лабораторию идей, research and development, в которых именно разрабатывать идеи по своему усмотрению или по заказу, упаковывать их в начальную упаковку и потом перебывать дальше. То есть сделать из этого тоже бизнес с одной стороны и с другой. Такой, может быть, учебный центр, безвозмездный, конечно. И участие таких очень, ну, сообщество для того, чтобы участвовать как раз в идеях. Поэтому как раз по теме нашего и сегодняшнего, по сегодняшней теме как раз. Всего вам доброго, берегите себя все, берегите себя. Таня, спасибо большое. Спасибо тебе также за то, что пришел. Друзья, всем здоровья, отличного настроения и до новых встреч. Всем хорошего вечера. До свидания. Пока.